еду туда к каплычкам на холмик вот я уже подъехал к этому холму с крестом видно каплычки дорога по которой совершается крестный ход крест вот он перечинский крест на холме не знаю как холм называется скорее все так и называется перечинский холм самая высокая точка перечения по совместительству обзорная площадка хорошая я уже на вершине перечинского холма и отсюда город открывается как на ладони сейчас мы посмотрим со всех сторон перечин на этом солнце будет светить оттуда я приехал там уже дальше лес горочки очень красиво там дальше где-то полонина руна другие горы далеке виднеется село ворочаво вот отсюда красивый вид самолет летит мы уже спустились вниз с холма и находимся на площади народной центре перечина здесь установлен единственной стране памятник почтальону памятник посвящен жителю села тури римита федору секите который 19 веке работал почтальоном ежедневно ходил пешком от родного села до перечина и обратно за что получил прозвище уважительное прозвище посол в честь его этот памятник и установлен здесь же недалеко от памятника расположена недавно установленная мини скульптура лягушки эта лягушка выращивается до сих пор селе тури римита по легенде пленные офицеры наполеоновской армии которые были сосланы в закарпатье привезли с собой из франции лягушки лягушек и начали их разводить в местной речке эта традиция сохранилась до сих пор еще одна достопримечательность перечина корчма подкова выполненная в карпатском стиле очень красиво подкова на фасаде расположены скованные барельефы красивые вода подковы вдоль всего фасада можно наблюдать барельефы в обработке в морщине подковы в г в в в в в есть мини-скульптуры велосипедистов. Здесь же расположен паркинг для велосипедов, выполненный в таком вот интересном стиле. Мы с вами находимся возле Перичинского железнодорожного вокзала. Это здание вокзала. Друзья, это был небольшой обзор города Перичин. Город, который расположен недалеко от Ужгорода. Районный центр. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч. Пока.